Аким Жамбулской области принял участие в отчетной встрече с населением главы Таласского района. Дос Мохамбет Алиев подвел итоги развития за прошлый год и наметил планы на год текущий. Объем произведенной продукции и оказанных услуг в 2018 году составил более 36 миллиардов тенге. План выполнен на 106,8%. Промышленные предприятия произвели продукции на 18 миллиардов 363 миллиона тенге. Объем инвестиций в основной капитал составил более 14 миллиардов, а индекс физического объема – 106,3%. В рамках программы индустриально-инновационного развития реализовано три проекта. В сельском хозяйстве план выполнили на 102,3%. В 2018 году в целях развития качества овцеводства крестьянским хозяйством были выделены субсидии в размере 281 миллиона 157 тысяч тенге. Касательно экспорта, в прошлом году два предприятия сдали 264 тонны мяса ягненка. План выполнен на 104%. Согласно озвученным данным, район развивается равномерно, однако есть и нерешённые проблемы. К примеру, в этом регионе действует всего четыре сельхозкооператива, работающих в мясном направлении, но отсутствуют молочные кооперативы. Из 21 тысячи гектаров посевных земель Таласского района орошаемые только 12 тысяч гектаров. И то половина из них не освоенные. Для молодёжи нет работы в районе. Почему нельзя создать, к примеру, кооператив для молодёжи? Чтобы 30-40 сельских ребят объединились? Почему они не возьмут деньги у государства? Подводя итоги совещания, Кимобласть Аскармар Захметов отметил, что работы проведено немало и вместе с тем дал ряд конкретных поручений. Учитывая промышленный потенциал, необходимо усилить нагрузку на предприятия, создавать и развивать кооперативы, работающие в мясном и молочном направлениях. От коровы в сутки можно получить 6-7, а то и 10 литров молока. Однако мы даже от молока не получаем пользу. На одну семью расходуется примерно 5-6 литров, остальные 2 литра. Кому продают? В ауле никто не купит. У каждого есть по одной-две коровы. Сами они перерабатывать не могут. Если возьмём от каждой семьи по одному 2 литра молока, то можно и полторы тонны собрать. Если всё это реализовать, то можно обеспечить нагрузкой молокоперерабатывающие заводы и цеха. Тем самым можно решить сразу две задачи. Таким образом, местным властям предстоит решить немало задач. Акимобласть отметил, что в ближайшее время будет утверждена система работы Акимов районов и сельских округов. Кулеша Мурзакова, Нурбок Столбеков, 77 Ньюс.